Таджикистан Таджикистан Особенно с мусульманским населением Носят также религиозный и фанатичный характер Считает он Относительно принимаемых режимом Рахмона Мир в борьбе с так называемым экстремизмом Рахимбек Бабахонов отметил следующее Правительство республики в последние годы активно ведет борьбу Против религиозного фанатизма, экстремизма и терроризма Определенные успехи уже имеются Была запрещена деятельность политического ислама Но этого мало Суеверие, хурофот и архаичное религиозное сознание Как почва для развития религиозного фанатизма и экстремизма В нашем таджикском обществе еще сохранились И играют немаловажную роль в повседневной жизни Миллионов людей по всей республике Я очень рад, что информационное агентство Ховар Объявило бессрочную акцию против фанатизма и экстремизма Надеюсь, что эта акция поможет всем здравомыслящим таджикам Бороться против мракобесия Чуждых нам ценностей радикализма, суеверия, экстремизма и терроризма Сказал Бабахонов Корреспондент Хабархо пообщался с жителями Таджикистана Чтобы узнать их мнение по поводу происходящего По их мнению, власти всерьез озабочены увеличением количества в стране людей, соблюдающих ислам В связи с чем, во время плановых встреч органов госбезопасности с местными имам-хатыбами Очень часто поднимается вопрос Как снизить среди молодежи количество практикующих мусульман А также как снизить количество молодых людей, посещающих мечеть Об этом на условиях анонимности сообщил один из жителей Таджикистана Который непосредственно общается с имам-хатыбами В Узбекистане появятся специальные зоны, в которых степень разврата ничем не будет ограничиваться Подобно американскому Лас-Вегасу В этих зонах будет запрещено ограничивать работу веселительных заведений И объектов общественного питания в ночное время Пишет сайт подробно.уз Со ссылкой на указ Шавката Мирзиоева В частности, документ предоставил право председателю Совета Министров Каракалпакстана И хакимам областей определять зоны в городе Нукусе Областных центрах и других привлекательных для туристов местах Где не допускается ограничение функционирования торгово-развлекательных объектов И объектов общественного питания в ночное время Напомним, что в стране действует негласный запрет на работу ресторанов И других увеселительных заведений после 23.00 Данный законопроект относится в основном к функционированию развратных ночных клубов И других подобных заведений В Сахалинской области в 2019 году Планируют повысить плату за патент для трудовых мигрантов на 25% То есть до 5807 рублей Соответствующие поправки к законопроекту об установлении коэффициента Депутаты приняли в первом чтении на очередном заседании Облдумы Пишет migrant.news.tg Такой коэффициент устанавливается ежегодно И является мерой экономического регулирования притока трудовых мигрантов И обеспечения приоритетного трудоустройства граждан России По области ситуация в сфере трудовой миграции Властями оценивается как стабильная При получении патента он должен пройти в дактилоскопию То есть пятки пальцев обязательно По информации ОМВД России по Сахалинской области В 2017 году доля иностранных работников Трудящихся по патентам Составила 8,7 тысяч из 282,7 тысяч человек Занятых в экономике По словам руководителя областного агентства по трудоустройству И занятости населения Татьяны Бабич Решено установить на 2019 год коэффициент Отражающий региональные особенности рынка труда области В размере 2,76 То есть повысить ежемесячную авансовую плату За патент на 25% Цена патента в Амурской области в 2019 году составит 5,711 рублей Для сравнения в текущем году его стоимость составляла 5,509 рублей Время очень сложно стало и посмотрим на ситуацию Уже мой брат уезжает скоро